Врать, конечно, на анбординге нехорошо. Вообще везде важна очень интерфейсная гигиена. Возвращаемость выше среди людей, которые столкнулись с проблемами и получили на них хорошее адекватное решение. 24 на 7 и кнопка «Написать письмо». Парень, ты можешь 24 на 7 написать нам письмо. Привет, я Юра Агеев и это 45 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Станислав Пятикоп. Мы поговорим о том, какая разница между MVP и MLP. Обсудим тестирование анбординга до реального запуска продукта. Попытаемся выяснить, какая разница между премиум-сегментом и масс-маркетом. А еще коснемся темы формирования привычек при помощи мобильных приложений. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Стас, привет! Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста. На самом деле лет 8 в IT начал вообще в корпоративной сфере. Долгое время занимался внедрением SIP-систем. А потом, когда начался бум мобайла, постепенно-постепенно перешел в мобильное такое B2C-направление. И там из проджектовой деятельности начал как бы потихоньку-потихоньку трансформироваться в продуктовую. Ну, тогда еще не было особо какого-то понятного тренда, что такое продукт-менеджмент и вообще какого-то желания в российских компаниях получить специалиста, который разбирается, а что на самом деле нужно сделать. Они просто реализуют фичи через разработку в прод. Поэтому долгое время была в проджектовой деятельности, работал в мобильном аутсорс-агентстве. Потом переехал в Москву из Волгограда и начал работать на Манго Телеком. Позанимался в Телекоме продуктом и уже собирался ехать в Европу. Но прямо на выезде меня, так сказать, подловил Вилли и начал уже внутри Вилли работать над продуктом с разных сторон, смотреть на то, как строить сервисные продукты, как в транспорте, какие есть свои особенности. Где-то два с половиной года занимался продуктом Вилли, потом в конце прошлого года, в середине, в конце прошлого года ушел из Вилли и сейчас занимаюсь health and fitness продуктом. Готовимся выходить на штатовский рынок западный, на следующей неделе будем вот релизиться. Крутяк. Немного осталось, наверное. Ждешь с нетерпением момента. Слушай, а интересно, ты говоришь 8 лет. Ты заметил, в какой момент продуктовая деятельность стала так называться? Ну, как продуктовая именно? Для меня был момент, вот который я прям, который заметил, это был момент, когда в аутсорс-агентстве мобильном, в котором я работал, я заметил, что заказчики начинают все больше и больше отдавать уже не ТЗ с конкретными хотелками, а что именно где, как, как это должно выглядеть, как это должно работать. Они начали постепенно задумываться о тему того, что кто-то должен быть, кто подумает, посмотрит, поймет, а что на самом деле людям нужно и им подскажет, что нужно будет сделать. И в этот момент я заметил, что вот у многих бизнесов внутри нет таких людей, и на рынке начинается вот появляться какое-то новое веяние, новое название, новые люди, которые трансформируются из дизайнеров, из проектов, из там, элит-разработчиков, которые начинают уже думать в сторону того, что на самом деле нужно будет сделать. Вот. И как раз я перебирался из Волгограда в Москву окончательно, ну, потому что на тот момент уже где-то года два или три жил на два города, потому что заказчики в основном Москва, а ресурсная база и вся разработка в основном где-то в регионах, вот, потому что там дешевле. Соответственно, я окончательно перебрался в Москву, и когда вот я пошел уже ходить по московским компаниям, по собеседованиям, смотреть, что есть на рынке, кто чем занимается, я начал уже везде слышать о продакт-менеджменте, о продактах. Конечно, все на тот момент это объясняли сами себе совершенно по-разному. Все совершенно разные роли хотели получить, все называли это продуктом. Кто-то продуктом называл просто рукастого проекта, который просто берет на себя всю ответственность. Кто-то под этим подразумевал именно дизайн и такое взаимодействие с пользователем через интерфейс. Кто-то под этим подразумевал больше бизнес-девелопмент, пойти на рынок, что-то вытащить, узнать, продать и так далее. Ну, в основном в B2B такое было. Вот. Ну, и постепенно это где-то было, получается, три с половиной, ну, четыре года назад, чуть больше сетях лет назад. Вот. Тогда я начал замечать, что вот отовсюду начал из всех компаний отовсюду шуметь, что вот есть продакты, есть продакт-менеджмент, нужно что-то с этим делать. Нам нужны всем продакты, давайте их вот нанимать, собирать, учить и что-то делать. Вот с того момента я прям заметил, когда начался такой огромнейший тренд в российских компаниях. И вот мы здесь. И вот мы здесь, да. Слушай, это, ну, кажется, что за четыре года понимание улучшилось, то есть вот о чем ты сейчас писал, как это было тогда, но сейчас все же остается какой-то, ну, непонятный налет таинственности на профессии в целом. Несмотря на то, что даже там в 2013, кажется, году был написан профессиональный стандарт, который, естественно, труда приняло, но сейчас, если посмотреть вакансии, они, кажется, что они очень сильно похожи друг на друга, потому что там одни и те же, ну, там, условно словосочетания используются. Да, да, одни и те же слова, буквы, камон, 33 буквы, да. Но при этом по факту оказывается, что в компаниях все равно есть собственное видение продукта или, наоборот, отсутствует. Но да ладно, с этим можно еще как-то жить, по крайней мере, диалог в эту сторону ведется. Про инструменты. У тебя такой большой, получается, опыт работы, и как они эволюционировали вот на твоей практике? Ну, то есть классический, там, элемент продукта, менеджмента или, наоборот, создание стартапов вроде MVP? Я тут думаю, вот как раз было сильно заметно, что в большинстве компаниях продукты это был такой следующий уровень проекта, и поэтому на старте основные инструменты, которые я вот видел, про которые все говорили и хотели там слышать внутри компаний, на собеседованиях и так далее, это были проектовые инструменты. В основном спрашивали про то, что, ну, мне так кажется, для большинства компаний в России, для большинства, так сказать, заказчиков вот этой роли внутри российских различных бизнесов были люди, которые себе представляли продукты как такая немного другая точка входа в разработку. Раньше были проекты, и можно было к ним прийти и сказать, вот тебе задачка, сделай ее там за две недели. Дальше проект уже шел, общался и решал все проблемы, чтобы это все произошло. Теперь стал как бы продукт, но для большинства заказчиков было такое, что мы хотим сказать какому-то одному человеку, что мы хотим, а дальше это должно произойти, и желательно, чтобы еще и произошло хорошо и сработало именно так, как у меня в голове сидит. Вот, и, соответственно, все инструменты для продуктов были именно заточены на процессные вещи, на то, как провести это через разработку, на то, как это провести через дизайн, на то, как это заделиверить на прот в таком управляемом процессе. Потом все начали задумываться о том, что вообще продукту хорошо бы, чтобы отвечать за то, что он делает, понимать, о чем происходит. Тут начали появляться вообще инструменты аналитики. В первую очередь все взялись за те инструменты, которые были под рукой и с которыми мы уже как-то сталкивались, с которыми мы уже как-то работали. Это, в первую очередь, там вся веб-аналитика, Google-аналитика, Яндекс.Метрика и вот это вот все. И начали замечать о том, что, ну, этих инструментов не хватает, и они не очень хороши. Не хватает каких-то данных, не хватает какой-то гибкости. И начал так сильно эволюционировать, на мой взгляд, инструментарий именно аналитический. Начало все больше и больше людей иметь доступ к такому реал-тайм данным, когда можно залезть и сразу быстро посмотреть, получить какой-то ответ на вопрос, какой-то инсайт вытащить или еще что-то появилось. Много-много разных всяких таких перевнедрений BI-систем, когда над данными можно быстро построить визуализацию. А потом уже это все эволюционировало в понятные, удобные инструменты типа амплитуды, которые, само собой, самый божественный аналитический продукт. Мне кажется, я практически уверен, что для большинства людей не из сферы или из сферы, кто только пришел или там не сильно погружен, кажется, что всем продуктам амплитуда доплачивает за то, чтобы говорить, что они самые крутые. А так, по аналитике сильно, конечно, развилось все. Но вообще, по-моему, за последние 2-3 года, в принципе, общий уровень знания о том, что такое аналитика, как устроена работа с данными, и что с ними можно сделать, на что обращать внимание, где могут быть какие-то проблемы, прям сильно разрослось. То есть все больше и больше людей понимают вообще, как с этим работать, что такое статистика, как проводить эксперименты, как это дает какие-то ответы на вопросы, и как на этом можно еще экономить ресурсы или, наоборот, быстрее как-то расти. И вот это все. Вот это сильно развилось. Ну и плюс, конечно, продолжает развиваться инструментарий, связанный с совместной работой для ускорения всего. То есть все, что связано с дизайном, с UX-дизайном. То есть сильно вот за последнее время развилось направление интерфейсного дизайна. Появились скетч, появилась фигма, появились все системы, которые позволяют содержать дизайн системы въедино, типа Zeppelin, для того же Figma. И это, конечно, ускоряет все. Ну и ускоряет работу и для продакта, и для команды в целом, и вообще общее какое-то знание о том, чтобы постепенно качество продукта улучшалось. Просто за счет инструментария, который используется. Как думаешь, каких инструментов не хватает на текущий момент? В чем слабые точки? Мне кажется, сильно не хватает. Точнее, они есть, но пока что это такие сильно большие прям продукты, дорогие, и далеко не каждый может себе позволить. Это вот все, что связано с не просто знанием данных о пользователях и его поведении, а реал-тайм-реакцией на эти данные. То есть есть, конечно, в том же самом Mixpanel есть возможность прикрутить триггерную коммуникацию. Но она там слабоватая, кривоватая. Есть хорошие игроки, которые это все позволяют делать. Есть Lean Plum, есть Brace, но это игроки, которые там стоят под 100 тысяч евро в год. И далеко не каждый продукт готов пойти сейчас, сразу инвестировать в это. Это, конечно, дает свою отдачу, но все же. И все поэтому пытаются переизобретать эту историю. Упрощать эти сложные инструменты или что? Упрощать эти инструменты, мне кажется. Если вот сейчас начнут появляться игроки, особенно если вендоры в это все пойдут, если Google, Apple пойдет, а они вроде бы идут, потому что буквально в конце прошлого года Apple купил Data Tiger. Это как раз ребята, которые позволяли делать хорошую триггерную коммуникацию, ну и вообще какую-то реакцию поверх данных. Вот, их Apple купил. Сейчас они в каком-то стендбай-режиме висят. У них никаких данных нет, и непонятно, либо их Apple купил, чтобы закрыть, или куда-то себе в платформу засунуть, либо они планируют что-то сделать интересное вокруг всего этого. Google буквально недавно купил Looker, это BI-система, и тоже в эту сторону сновидят. То есть, возможно, прям в ближайшее время, там, в течение года, Apple, Google будут релизить какие-то свои инструменты в этом направлении, потому что App Store-овская аналитика и App Store-овские возможности, которые дает Apple, они очень слабые, вот, и не всегда их удобно использовать. Я думаю, они прекрасно это понимают, и, возможно, будут выпускать это со своей стороны. Тогда, я думаю, чуть-чуть поменяется мир. А для чего? В чем большой профит триггерных коммуникаций? Сейчас очень есть заметная такая тенденция, что люди раздражены от такого простого пинания их. То есть, многим не нравится, когда просто ровно в девять утра им приходит пуш от продукта, в котором написано, ты не забыл про нас, давай беги к нам. Причем это очень неперсонализировано, это очень зачастую не попадает в какие-то понятные и нужные человеку моменты, когда продукт должен о себе напомнить, а когда не должен. Вот. А триггерная коммуникация позволяет это сделать. Ну и плюс сейчас все больше и больше людей, они понимают, как это все устроено. Ну, не на техническом уровне, но ожидают все-таки совершенно другой уровень качества продуктов, которые они выбирают, за которые они платят. Триггерная коммуникация, но это не только коммуникация, это вообще изменение продукта по данным пользователя, реакция на то, что он уже о себе сказал. Я вот там читаю очень много. Один из способов получать инсайты о том, что людям нравится, что нет, просто читать отзывы в App Store о топовых продуктах. Вот. Я вот там буквально сегодня с утра читал, когда ребята писали в одном Health & Fitness продукте там про трекеры воды. И достаточно много отзывов было, не подавляющее число, но все же заметное, что вот я уже затрекал воду, а мне все равно приложение говорит, приди затрекай воду. Зачем он мне это говорит? Неприкольно, да. Неприкольно, да. То есть это простая микроштука, ее можно и так сделать без какой-то сложной триггерной системы там или еще что-то. Вот. Но вот такие мелочи, такие вот микромоменты, которые задевают пользователя, они все-таки понижают качество восприятия продукта. В одной из команд мы вот обсуждали, что для того, чтобы сделать хороший продукт, не обязательно делать суперкиллер-фичу. Можно просто постоянно искать моменты, которые хотя бы чуть-чуть бесят человека и делать, чтобы они не бесили его. И все. Вот. И это вот как раз, мне кажется, это вот в ту сторону и есть. Если мы все вдруг в какой-то момент все продукты на рынке научатся не трогать человека, когда его не нужно трогать, и трогать, когда его нужно трогать, я думаю, это качество продуктов в целом как бы повысит очень значимо. Круто, круто. Ну, насколько я знаю, сейчас продвинутые команды сами разрабатывают эти тузы, ну, чтобы отслеживать поведение, вовремя уведомлять людей. Ну, будет круто, действительно, если это станет более доступным, а не через неделю разработки. Окей. На последнем этапе Product Tank, когда был день Product Management, или как он там назывался, 15 мая, у тебя был доклад на тему MVP. Интересно вот про это поговорить. И там ты затронул разницу такую между MVP и MLP. Minimum Lable Product. Как-то давай в эту сторону поговорим. В чем разница? В целом, я думаю, очень многие люди слышали, читали, особенно в направлении Lean, когда говорится о том, что вот там MVP, это вот такая самая-самая маленькая версия продукта, которая может дать пользователю value и дать ему возможность понять, от чего продукт хочет ему принести вообще. Вот. И это как бы как концепция очень правильная. Мне она нравится, мне она понятна, но я на самом деле, может быть, я какой-то не такой, но я сам лично не видел. И не знаю, там, ребят, которые, выходя на рынок, создавая новую версию продукта или новый продукт совсем, делали действительно MVP. Делали совсем какую-то такую простенькую версию, но которую приносило value. Потому что абстрагироваться от того знания, которое уже у продакта есть в голове, о том продукте, который он хочет построить, от того знания о рынке, о людях, вообще возможностях, которые есть, достаточно сложно. И таких камерных условий, когда ты действительно можешь проводить такой вот очень чистый эксперимент и делать MVP, такое классическое, очень правильное, я вот не встречал, я вот не видел. И это с многим связано, и там с желанием и команды, и внутренних каких-то бизнес-стейкхолдеров запустить все-таки что-то более серьезное, чтобы и рынок увидел, что мы хотим им принести, и получить более какие-то честные данные о том, как это используется, как это этот, ну и желательно еще, чтобы это деньги начало сразу приносить. Слушай, а давай тогда проговорим вот MVP в классическом понимании, что это тогда такое? Ну, то есть это штука, которая представляет упрощенную версию продукта, работает, ну, ты говоришь, что она еще и может деньги там приносить, и в принципе, людей вдоль доверять. То есть это мини-продукт или это кусочек продукта просто, чтобы синхронизироваться? MVP – это, ну, по сути, мини-продукт. Ну, то есть MVP, я там не вижу смысла рассматривать или выпускать какую-то вот MVP-версию продукта, если не происходит основного обмена ценностей между продуктом и пользователем этого продукта. То есть пользователь должен принести свое value, он должен дать денег, он должен дать свое внимание, он должен там взаимодействовать с рекламой или как-то еще. А продукт должен пользователю дать то value, которое ожидает пользователь, что он хотел вообще от этого продукта получить. По идее, да, это должна быть такая версия, которая в идеале и деньги приносит. Сложновато такую штуку сделать. Ну, сложновато, на мой взгляд, вычленить прям вот самую-самую такую аскетичную версию, которая может все это произвести. Вот. И поэтому зачастую я вот то, что вижу, когда я общаюсь с знакомыми ребятами, продуктами, то, что я делаю, я вижу, что все-таки мы делаем не MVP-версию, а чуть-чуть больше. Чуть-чуть как-то вот пообъемнее, показать побольше, дать побольше. Мы еще не знаем, а на самом деле за что пользователь будет готов дать свою часть value, там, заплатить денег или как-то там взаимодействовать с продуктом. Поэтому мы хотим ему побольше каких-то вещей дать и посмотреть, с чем действительно он работает. Вот. И с учетом того, что сейчас, если мы видим, что весь мир идет, там, Apple, Google и многие продукты западные, они идут в направлении подписочных моделей, монетизации, то вот с подписочной моделью сложно ожидать, ну и качественно провести тест MVP, потому что нельзя прийти с человеку с непонятной поделкой и сказать, слушай, а будешь за нее платить мне каждый месяц по 15 долларов? Соответственно, тут уже начинается идти речь вот как раз о MLP, Minimal Loverable Product, то есть продукт, в который готов влюбиться пользователь, за который вот он как раз должен возвращаться, по которому понятно, на какую вэлью он получает, почему он ему нравится и так далее. Вот. И здесь вот, если еще это говорить в сцепке с подписочной моделью, мне становится более понятная ситуация и понятно, что делать, что хочется проверить и как смотреть на это все. По объему кажется, что MLP будет больше, нет? MLP больше однозначно, но я вот из того, что смотрел, и то, что у меня выходит в опыте, и то, что с коллегами обсуждал. В среднем MLP это все же 3-6 месяцев. То есть это там не за неделю наклепать что-то, а выбежать на рынок и показать всем. Давай попробуем какой-то пример или аналогию подобрать и для MVP, и для MLP, чтобы более ясно разницу показать. Ну, то есть есть картинка для MVP, я уже потерялся, корректно она или нет, когда показывают сначала самокат, потом мотоцикл, потом что-то еще, и потом машинку. Насколько я знаю, там есть разные версии, подходит это или не подходит под MVP. Ну, вот что-то типа того, такую какую-то аналогию попробуем. Ну, можно, кстати, эту аналогию развивать, я думаю, да, многие ее видели в какой-то версии. Вот MVP, да, это история про то, что дается основная ценность. Основная ценность там в транспорте, это... В перемещении, да? Ну, да, в перемещении. Не просто перемещение, а перемещение с минимальными, там, трудозатратами, так сказать, конкретно человека, который хочет переместиться. И в рамках вот MVP, и в рамках развития вот этой цепочки мыслей, это получается как раз там скейт, самокат, потом велосипед, потом машина. Это вот версия MVP, как это развивается, дается какая-то ценность. Если проводить аналогию по MLP, то это вот то же самое, только чтобы скейт тебе нравился, чтобы у него была правильная... Чтобы это был электроскейт. Чтобы это был электроскейт, да. Там, что если у тебя это самокат, это электросамокат. Ну, на самом деле, не совсем даже так, а вот вопрос, там, знаешь, возьмем тот же самый электросамокат. MVP-версии электросамоката, вот я думаю, там, многие, если сталкивались, видели там разработки Boston Dynamics и вообще вот этого всего, то вот они делают MVP. Они делают роботов, которые выполняют основную функцию, там, ходят, открывают двери и что-то делают. Но эти роботы не выглядят как что-то, которое вот, вот прям будущее из фильмов. Когда вот фильм «Я робот» или что-то подобное, когда у тебя красивый такой вот робот-гуманоид, который все умеет, бегает, решает проблемы. Boston делает MVP сейчас. Слушай, ну они же сделали MLP. Ну то есть, если так в той же терминологии говорить, они анонсировали продажу Spot Mini от этого робота-собачки. Вот это MLP? Да. То есть, это уже штука, которая мне уже будет нравиться. Это то, что вот я захочу вот действительно полюбить. Мне вот будет это нравиться. MVP, если очень тоже так вот с другой стороны посмотреть, MVP — это штука для гиков. То есть, я буду пользоваться этим роботом, потому что это просто робот, вау-вау-вау, круто, смотри, я могу по блютусу попросить его открыть дверь. Он открыл дверь, супер. То, что он выглядит, как страшная штука, ну ничего страшного. И он зато вот по блютусу принимает команды, и я могу дверь открывать. Вот. Все же, если говорить, что это не... Если ты не делаешь, конечно, продукт для гиков, если ты не делаешь продукт для прям очень-очень-очень узкой аудитории, специфичной, а если ты делаешь продукт все же для масс-маркета, то масс-маркет все-таки хочет красивый, симпатичный продукт. Вот. В этом плане, если говорить, это и немного по-другому трансформирует вообще восприятие потребностей пользователя. То есть, есть MS-DOS. Да, это вот система, кто-то очень взрослый и старенький еще помнит. Вот. У Microsoft это был DOS. Это была операционная система, она текстовая, да, и позволяет решать проблемы, какие у пользователя есть, дает ему value, дает ему возможность получать то, что он хочет от персонального компьютера. Все же такая система для гиков. Параллельно выходит Apple и запускает первую версию, именно графическую уже. Да, графическая была операционка, одна из первых. Вот. И для меня вот это, это MLP. То есть, это та штука, которая чуть-чуть шире всего этого, но она чуть-чуть дальше зашла в сторону, знаешь, такой, эмпатии к пользователю. Ну да, потому что, по сути, те же функции и в MS-DOS можно было рисовать при желании, там, символами, там, SC2 графика, ну то есть, вот этими штуками. Да, да, да. Но это не та штука, которая вот прям делает взрыв эмоций. Все же, вот MVP для меня, это опять же таки тоже, если смотреть с другой стороны, MVP это рациональная история. То есть, ты рационально понимаешь, да, эта штука, этот продукт решает мои проблемы, какие вот у меня есть в каком-то направлении, в каком-то, в какой-то деятельности. Но это рациональное решение, это не эмоциональное решение. Эмоциональную вообще отдачу получает MLP. То есть, мне кажется, вот сейчас важно делать именно MLP, потому что люди все-таки не сильно рациональные люди, особенно в вопросе какой-то повседневной жизни. Все-таки хочется какой-то эмоциональной привязки. Ну и плюс это позволяет выделиться тебе. То есть, если ты задеваешь эмоции, это как минимум тебе плюс. Конечно. Ну, потому что слишком большой информационный шум и отклик будет заполнен. Да, да, да. Вот, поэтому более дорогая штука, конечно, с точки зрения разработки и понимания, что на самом деле нужно сделать и как это будет работать. Но, мне кажется, все-таки дает свою отдачу. Ну, выгодит. Давай про дороговизну. Сейчас модно, прежде чем запускать продукт, просто делать вендинг. Ну, ты тоже немного про это тогда говорил, что, ну, прежде чем что-то начинать, можно собрать, в принципе, какую-то страничку онбординга, если я правильно понял, ты поправь, и просто начать туда лить трафик, смотреть, что получается. не совсем так. Смысл всей концепции, вот, про которую я тогда говорил, было в чем? Вот то, что MLP, да, дорогая штука, достаточно долго ее делать. Достаточно все-таки ты находишься в таком неведении, а что тебе рынок скажет на то, что ты там себе понапридумывал. И тебе кажется, что вот ты строишь MLP, крутую штуку, а на самом деле, может, и не то вообще строишь. И поэтому тебе важно получать уже как можно быстрее начать получать фидбэк от аудитории, от рынка, о чем они вообще на самом деле на эту штуку думают. Как ты попал или не попал. Вот. И по поводу лендингов, это раньше, я вот все время видел, что все делали лендинги в этом случае. Ну, они делали фейковый лендинг, без продукта, без всего. Просто заводили туда трафик и смотрели, как вот люди реагируют на информацию об этом лендинге. Вот. Сейчас то, что можно делать и то, что можно вот в этом случае построить, мы вот буквально недавно пришли к этому, ну, как полгода назад, что, а что бы нам не сделать такую тестовую версию продукта или даже не версию продукта, а попытаться проводить эксперименты, как будто у нас уже этот продукт есть и мы хотим вот с аудитории на тему этого продукта покоммуницировать, заонбордить их внутри продукта. Мы делали мобильный продукт, ну, и делаем мобильный продукт. И в этом случае нам нужно было сначала, ну, есть какая-то часть информации, которую можно вытащить через привлечение пользователей, ну, вообще просто смотреть на то, какие креативы работают, за что цепляются люди и как они вообще взаимодействуют с рекламой, которую мы поставляем в Фейсбуке, в Гугле и в разных каналах. Вот. Следующий рубеж это идет уже какой-то вот а-ля лендинг продукта. В нашем случае мы использовали Splitmetrics, ну, по сути, ребята позволяют делать копию странички App Store, вот. По-простому, но это тот же самый лендинг. Ты можешь туда привести трафик и посмотреть, а как у тебя аудитория на твой продукт реагирует. А самый главный плюс подходов вот такого лендинга или там делали копию странички в App Store, что ты можешь сразу же себя сравнивать с свой продукт с существующими продуктами на рынке. Ты один и тот же трафик можешь гнать на копию странички какого-нибудь Uber и себя. Если вот ты вдруг придумал перезабрести Uber в другом направлении или с какой-то этот. И ты можешь смотреть, как один и тот же трафик, как одна и та же целевая аудитория, с которой ты будешь скорее всего конкурировать с каким-то существующим игроком на рынке, как они реагируют и что на самом деле работает у Uber, а что на самом деле работает у тебя. И за что готовы зацепиться люди. Это вот пока такие стартовые какие-то рассуждения. Но тебе все-таки нужно получить для такой честной отдачи от рынка, тебе нужно получить, ну так сказать, первые деньги. То есть чтобы если тебе человек сказал, что да, супер, я куплю, но не дал тебе денег, это пока еще никакой не вывод из того, что ты узнал. Вот. И тут мы столкнулись с тем, что нам нужно делать анбординг. Ну, это то важное начало, через которое проходит пользователь и понимает на самом деле, а что это за продукт, и доходит до точки, когда мы у него просим денег заплатить. Вот. поэтому мы сделали тестовый продукт. Это реальное приложение в App Store. В нем есть, ну, оно на 99% состоит из анбординга разных его версий. Порядка, наверное, сейчас уже там 10-12 версий анбординга у нас там было. Вот. И PayWall'а в конце. С разными тоже версиями, с разными стоимостями, с разными подходами, с разными там скидками, триалами и так далее, и так далее. А после этого PayWall'а есть продукт, он абсолютно-абсолютно простенький, аскетичный, симпатично выглядящий, но по факту, там, вот мы делаем продукт для периодического голодания, для фастинга. В нашем случае это просто таймер и там три кнопки, которые делают одно и то же, перезапускает таймер. Вот когда ты поел, и вот сколько времени прошло. В этом плане, то есть мы это делали только для того, чтобы Apple нас все-таки пропустил в Store, потому что с Apple нельзя договориться. Что, ребята, мы тут аутбординг и PayWall хотим потестировать, продукта нет. Так что можно, мы у вас тут чуть-чуть постоим со сторонки. То есть в каком-то смысле это эмулирование будущих бизнес-процессов, можно сказать? По факту, да. То есть если говорить об абстрактном любом продукте, чтобы попробовать делать то же самое, что мы сейчас сделали, это, да, нужно взять, вычленить какую-то основную функцию твоего продукта. Неважно, чтобы она была прям супер какой-то вот прям самый-самый-самый лучший и лучшей реализации интерпретации. Просто чтобы она была похожа на правду, чтобы люди, которые прошли анбординг, чтобы люди, которые там заплатили тебе денег, подписку, или там взяли триалы, или еще что-то, чтобы они не увидели пустой лист, чтобы не пришли в ситуацию, когда ты им говоришь, ну, на самом деле ничего нету, вот, подожди-ка, когда мы там что-то выпустим. Хотя такой подход тоже работает, и есть такие ребята, которые делают анбординг, делают предложения покупки, ты пытаешься купить, тебе просто говорят, ну, как бы, продукта еще нету, мы только-только вот уходим на, там, не знаю, в твоей стране или в твоем городе, скоро появимся, давай мы тебе напишем. Спасибо, что, как бы, уделил время. Слушай, а не будет такого, что анбординг же, по сути, рассказывает об основной версии продукта, правильно понимаю? Ну, в идеале, да, в идеале, да. Врать, конечно, на анбординге нехорошо, вот, но зато это как раз позволяет постепенно понять, а где самая ценность, почему цепляет. Такой самый большой инсайд был, вот, из такого тестирования. У нас в продукте получилось так, что сейчас все-все-все отовсюду прям слышал, что анбординга не должно быть вообще, он должен быть простой, он должен быть там в одну кнопку, пользователь не должен вот стопориться на входе в продукт, он должен сразу начать пользоваться. И там много есть рассуждений на эту тему, что, и если у тебя нужен анбординг, значит, у тебя плохой дизайн интерфейса твоего продукта, то есть у тебя плохое взаимодействие, пользователь не понимает, о чем он на самом деле получает. Вот, если у тебя есть анбординг, значит, ты не знаешь, какой это value приносит в пользу. Ну, есть очень много разных сторон над тем, почему анбординга не должно быть или почему он должен быть короткий. Для меня был инсайт большой, что вот у меня в одном тесте было как раз тестирование очень короткого анбординга, буквально там в два экрана с вопросами. Среднего анбординга, это где-то было пять экранов, и очень длинного, это порядка тринадцати, по-моему, или четырнадцати экранов с вопросами про пользователя. И в конце были паеволы, одинаковые, однотипные, и гналась одна и та же аудитория. И инсайт был в том, что длинный анбординг работает лучше. То есть, пользователь, который инвестировал свое время, дал знания о себе, о продукте уже, он уже много вот это вот все прошел. Мне кажется, это вот моя гипотеза, что с одной стороны, он больше доверяет продукту в этот момент, то есть, он уже больше может довериться того, что продукт действительно персонализирован и кастомизирован под него. Потому что, если ты все-таки приходишь в продукт, особенно вот в хелс и фитнес тематике, ты приходишь в продукт, на старте у себя спрашивают, а сколько тебе лет, какой у тебя пол, какой у тебя рост и вес, а потом тебе сразу же говорят, ну слушай, мы тебе тут сделали суперперсонализированную программу под тебя. И человек такой думает, ну как бы персонализированная программа на четырех параметрах не очень похожа на правду. А когда он все-таки проходит такое глубинное анкетирование, рассказывает про себя, про свой образ жизни, про свой такой лайфстайл, про то, чего, как, куда и зачем, то после этого поверить в то, что ты ему сделал персонализированную программу, ну как бы полегче становится. легче, да. А такой вопрос. Ну кажется, что длинный анбординг в целом будет по ходу самого анбординга будет идти отвал больше просто-напросто. Нет. Ты говоришь, что он работает лучше, нет? Он не просто работает лучше, но вот у меня сейчас в этом анбординге, помимо, это вот то, что я говорю, 12-13 экранов с вопросами, у меня есть другие еще экраны, то есть там описание программы, стартовые экраны, приветствие, там и так далее, и так далее. Вот в общей сложности, по-моему, сейчас 24 экрана анбординга. До предпоследнего шага, на котором мы начинаем рассказывать про саму программу и потом по Иволу, проходит примерно, ну где-то 90 плюс процентов. И совершенно такой же отвал происходит на коротком анбординге. И вот эти, те, которые отваливают пользователи к этому моменту, в основном это те пользователи, которые не готовы вообще либо шарить о себе информацию, никакую, а нам такие пользователи очень интересные. Либо те, которые в определенный момент поняли, что продукт не для них, это не то на самом деле, чего они хотели. Ну, то есть не попали там в креатив или еще что-то. Вот. И поэтому оптимизировать анбординг и пытаться вот таких людей дотащить до конца, до Боевого или еще что-то, нет смысла, потому что, ну да, мы их за ручку все-таки дотащим, заставим прийти, посмотреть на то, что мы им приготовили. Но если это не та аудитория, которой это может быть интересно, но, значит, они не повлияют ни на какие конверсии, и метрики. Слушай, а про аудиторию понятно, что она должна быть там плюс-минус однородна. А размер выборки какой для того, чтобы быть хоть как-то уверенным в том, что это будет статистически значимо или хотя бы просто достоверно? Мы очень много, да, спорили с разными людьми на тему статистической значимости вот таких экспериментов. Сейчас мы там где-то за два месяца, когда вот два месяца назад мы выписали этот тест в Апу и тестируем разные подходы. Мы прогнали там порядка 25-30 тысяч человек, которые вот проходили наши тесты. Вот. Некоторые тесты мы прогоняем в сцепке, то есть они не аффектят друг на друга по результатам, они идут там в последовательности. Поэтому это там на одной и той же выборке можно будет тестировать там две вещи, они не сильно размывают результаты. и важно понимать, что мы же такие эксперименты проводим не для того, чтобы получить живую метрику, но действительно на там 95% вероятности, что именно вот такая метрика и будет в конкретном этом результате. Нам нужно сравнить два кардинально разных там варианта, посмотреть, какой из них лучше, какой хуже, а потом удостовериться, что действительно этот вот, который лучше, он действительно лучше, а тот, что хуже, что он хуже. Поэтому у нас в среднем сейчас проходило так, что на тест-варианте где-то полторы, две, три тысячи человек проходило. И этого достаточно. Я там во многих холиварах на тему того, как правильно это или нет, я в один день сел, посчитал с разных сторон, поиспользовал где-то около десяти разношерстных ресурсов на тему подсчета статистической значимости эксперимента с разных сторон и все такое. Вроде значим. Нигде не нашел проблем явных, чтобы подтвердить, что это нет. Ну и плюс мы там проводили не сильно значимые, знаешь, может быть и многие эксперименты, микроэксперименты, которые проводили внутри, не очень правильно их делали, но цена ошибки в этих экспериментах была нулевая, они там больше для фана были проведены для нас. То есть мы там тестировали влияние цвета на конверсию. И при этом тестировали такую историю, что вот я в одном продукте заметил интересный подход, мне понравился. Они на одном этапе анбординга почти сразу же спрашивают у пользователя какой его цвет и дают ему на выбор там 6-5 цветов, не объясняя ему, что этот цвет повлияет на интерфейс или еще что-то, зачем, как это вообще связано с тем продуктом, который ты делаешь и так далее. просто выбери цвет. Вот мы сделали то же самое, сделали 6 цветов, запустили, они просто в фоне у нас висели, то есть мы там накопили, мы не тестировали конкретно этот вопрос, а просто смотрели, как вообще. Набирали данные. В конечном итоге увидели, что один конкретный цвет, персиковый, он, если пользователь выбирает его, то он с большей вероятностью конвертится в материал, ну и в подписку. Но при этом распределение там было такое, что не просто этот цвет хорошо конвертится, то я его выбираю чаще всего, ну потому что аудитория у нас женская и среди других цветов видимо был ближе и нравился именно этот цвет, вот его выбирали. Вот, а дальше анбординг красился в этот цвет, все кнопочки красились в этот цвет, ну и прикольно. Никакого инсайта из этого не вытащили, мы не побежали там все это делать, но просто поняли, что прикольный цвет может действительно сильно влиять, причем неважно в какой интерпретации. Начали смотреть, а куда можно пойти, где можно это поиспользовать. Попробовали паеволы сделать персиковые, ну в какой-то мере начали лучше конвертить. Интересно. Я просто сейчас сразу вспомнил тест Люшера цветовой же, там в принципе есть закономерности между выбором цвета и текущим психо-эмоциональным состоянием человека. Я не думаю, что это как-то тут прям можно притянуть к выбору цвета, но это тоже интересно. Да, вот такие эксперименты мы не проводили там статистически значимый супер-метод. То есть нам было просто интересно посмотреть какие-то данные. Действительно есть разница, есть. Ну это дает какие-то там стартовые инсайты, в какую сторону можно посмотреть, чем можно позаниматься. Хорошо. А текущий продукт, который на следующей неделе очная ставка, это B2C, правильно понимаю? То есть прям... Это B2C, масс-маркет такой продукт прям. А у тебя есть опыт работы с Вилли и это получается... Ну это тоже B2C, но это такой премиум скорее сегмент, потому что там ценник в среднем повыше, чем у обычных такси, ну и сам сервис там другого уровня. Ну соответственно вопрос, есть ли разница вот между текущим там масс-маркетом и премиум-маркетом в анбординге? Есть, достаточно заметно. Ну, во-первых, ну я буду говорить не про все там премиум продукты, потому что я буду из того опыта, что я знаю, как у меня получилось. В первую очередь есть сильная разница в том, что в премиум-сегменте с одной стороны у тебя выше цена фрода, то есть если ты анбордишь людей, не проверяешь, не получаешь какие-то подтверждения того, что действительно живой твой пользователь, хороший, правильный, который с тобой будет долго и пришел пользоваться именно твоим продуктом, а не какой-то мошенник, который пришел промо-поездку найти, провести, сделать, либо там фейковую карту добавить, либо еще что-то. Вот в премиуме была сильно заметная разница, что там вот цена ошибки такой выше, потому что ты теряешь день сразу же и много. И если говорить конкретно про Вилли, Вилли все-таки немного другой продукт именно по структуре относительно того, что я делаю сейчас. Вилли это продукт, который через Digital все-таки поставляет оффлайновый сервис. И при этом этот оффлайновый сервис поставляется не конкретно тобой, не конкретно твоим продуктам, а какими-то партнерами. То есть в рамках Вилли это транспортные партнеры, водители, которые прошли там все сертификации, проверки в рамках Вилли и выполняют услуги. Поэтому если говорить в тему опять же-таки фрода и мошенничества, ты всегда теряешь деньги, если пропустил мошенника, потому что ответственность не тебе. Так в целом и обратная ситуация это у пользователя должно быть выше доверия к тебе, потому что этот пользователь пришел потенциально платить тебе достаточно большие средние чеки. И он хочет видеть и сразу понимать, что он пришел куда нужно, все будет хорошо, все будет правильно. А так как все-таки анбордят его не оффлайн опыт какой-то, а анбордит его диджитал опыт, он установил приложение, он пошел проходить анбординг, вообще понимать, как это все устроено, и вот его с самого входа должно встретить то, что он ожидает. Он ожидает вот премиум, премиум, премиум. А через интерфейс очень сложно. Премиум анбординг. Да, а через интерфейс вообще этот сложно поставить какой-то премиум. Прям какой-то. То есть тут вопрос именно там сейчас уже, конечно, вообще везде важно очень, на мой взгляд, такая интерфейсная гигиена, то, что должно быть все хорошо. Должно хорошо работать, не тормозить, не тупить, потому что, ну, все-таки аудитория сейчас все больше и больше привыкает к тому, что дает Apple, к тому, что дает крупные игроки в Google направлении. Все-таки это должно быть быстро, отзывчиво, удобно, не заставлять думать человека лишний раз над тем, о чем он должен нажать, как он должен это сделать, как он должен пойти это купить, как он должен получить какую-то услугу или что-то в этом духе. Вот. И в премиуме это просто кратно происходит, выше и все. Потому что тут сильно еще зависит от того, на каком ты рынке. Премиум где-то на западе и премиум в России это два разных вообще все-таки продукта. На западе я могу использовать премиум только из-за того, что я хочу определенное качество сервиса. А в России я могу использовать премиум, потому что это статусная история, я хочу по-другому себя ощущать и показывать миру и своим знакомым и друзьям. Это будут совершенно немного разные запаковки продукта. Вот, соответственно, и в анбординге, и во встрече вот такого пользователя в разных аудиториях, в разных рынках будет немного разным. Такой абстрактный ответ тебе на вопрос. Ну, в общем, задача, по сути, такого анбординга протранслировать, попытаться понять, что ожидает человек. Ну, это, в принципе, задача любого анбординга. Ну, это, в целом, да, задача любого анбординга, это продать. С одной стороны, все, конечно, зависит от того, что это за продукт, но если мы говорим все-таки про B2C, не B2B, не узкоспециализированные какие-то инструментаренные такие продукты, то анбординг, да, это та штука, которая продает веру в то, что продукт решает твои потребности. Это там в первую очередь. Ну, да, ну, просто мы, получается, мы почти сейчас всю беседу мы говорим в большей степени про мобильный анбординг, да, и когда премиум товар, услуга продается через мобильный анбординг, это добавляет тебе сложности, да, потому что у тебя, в принципе, все остальные приложения рядом, ну, они, как бы, у тебя тоже в мобильном, а это просит в несколько раз больше, там, денег. ну, да, тут, тут есть вот этот вопрос, что какие-то вещи нельзя решить вот в таком анбординге, и у тебя анбординг просто по факту заканчивается не стартовой каруселькой, да, вот этого, просто рассказать про фичи, и что мы умеем, у тебя здесь анбординг в любом случае заканчивается какой-то чередой покупок, то есть, ну, есть же вот эта вот тема, связанная там с аха-момент, да, когда вот ты понимаешь, что твой пользователь стал активный, и я как бы склоняюсь к тому, что вот анбординг это все, что происходит вот до этого момента, если этот момент у тебя даже наступил через две недели у стандартного пользователя, все равно, значит, вот эти две недели это момент анбординга, ты ему рассказываешь, показываешь, вводишь его за ручку и объясняешь ему, а почему он должен здесь остаться, почему он должен хотеть вот это вот, все это делать, и вот в таком сегменте, там, в премиум, да и в B2C, во многих продуктах, это достаточно длинные временные такие рамки по анбордингу, и тут вот нужно очень хорошо понимать, как человек воспринимает твой продукт, как он воспринимает ту потребность, какая у него есть, и в какой момент ты его должен вот появиться и сказать, слушай, привет, а мы вообще можем это все сделать, и попасть в ожидание пользователя. Просто вот, если говорить конкретно про Вилли, все-таки большинство людей приходили, анбордились, если говорить про анбординг, именно в мобильном приложении вот прийти, просто зайти, зарегистрироваться, заказать машину и поехать. Большинство людей приходили не из-за анбординга внутри заказывали, они приходили за уже понятной услугой, им кто-то рассказал, где-то они почитали, что-то хотели, вот они пришли, и для них вот этот вот стартовый опыт, это такая усилитарная история, и ты тут, главное, им должен не помешать. Они должны прийти и быстренько все сделать, привязали карту, все, сели, поехали, все круто. И первая такая основная как бы продажа им именно произойдет все-таки в машине, и поэтому тут очень важно, если мы говорим конкретно про Вилли, тут анбординг заканчивается не в мобильном приложении, он заканчивается в машине, как водитель приехал, как он встретил, как водитель выглядел, как он общался, как он попрощался, да, в том числе, как разрулилась какая-нибудь негативная история через поддержку. Все-таки есть вот там, по-моему, года три назад на конференции Яндекса выступал парень, который рассказывал про опыт отелей в Европе, то, что они заметили, что у них возвращаемость выше среди людей, которые столкнулись с проблемами и получили на них хорошее адекватное решение. Вот, я думаю, вот в рамках Вилли это тоже актуально. Пока ты не столкнешься с проблемами где-нибудь в Убере, и не попытаешься их решить через мобильное приложение, потратишь 15 минут в поисках, в часто задаваемых вопросах, в куче, в куче, в куче каких-то вкладок, кнопочек и так далее, найти возможность написать свою проблему, а не просто нажимать на кнопочки, то в этот момент ты понимаешь, насколько это прям ужасно, что у тебя нет возможности куда-то написать, и чтобы живой человек тебе ответил. Особенно в рамках... Это очень интересная мысль. Да, я просто за последние несколько дней столкнулся. Сначала багаж потеряли, вчера я купил билеты в кино, и они мне не пришли. И вот это действительно такой решающий момент, когда ты понимаешь, ну действительно, насколько компания типа вообще переживает о том, что ты пользуешься услугами этой компании. Да. Вот в премиум-сегменте это вообще безумно важно. На мой взгляд, если ты делаешь продукт и используешь премиум не как маркетинговый билшет-слово. У нас премиально, супердорого, богато. А если ты делаешь действительно премиальный продукт, это как ценность продуктовая внутри тебя, внутри команды, внутри того, что вообще происходит, то вот здесь без понятной отдачи и вот постоянной заботы вокруг пользователя не может быть вообще никак. Не хочу обидеть ребят из гетто, но когда я там занимался продуктом Вилли, очень плотно изучал и смотрел на все это, вот там гетто в премиуме, да и вообще везде у них вот там сейчас, если зайти в приложение и попробовать связаться с поддержкой, ну у тебя какая-то проблема, что-то тебе непонятно. У них везде написано у нас поддержка 24 на 7, всегда можно вот с нами связаться. Это значит, что вот когда ты заходишь в приложение, ты нажимаешь на поддержку, там до сих пор, по-моему, у них висит на окне, что 24 на 7 и кнопка написать письмо. Парень, ты можешь 24 на 7 написать нам письмо. Нам позвонить только если у тебя есть активный заказ, вот он у тебя сейчас происходит, и тогда ты можешь как бы связаться с нами. Понимное дело, что они это делают для сокращения операционных костов, чтобы там это все делать. Но я понимаю, что это не тот уровень сервиса, который ты хочешь получать, особенно если ты потребитель сервиса выше там бизнеса, выше комфорт-плюс или еще что-то. В Вилле вот мне было приятно, когда я только-только-только пришел, мне было приятно, что вот эта вот тема про премиальный сервис и про внутренние, вот как это все устроено, оно матчится с тем, что на самом деле внутри происходит и то, что вы пытаетесь сделать продукт. И вот тут, мне кажется, анбординг в премиум-сегменте вообще в таком вот сервисном продукте, я бы даже выделил это не просто как премиум, а именно сервисный продукт, который ты представляешь услугу пользователю. тут важна именно вот эта, да, отдача, возможность решить проблемы. Вот тогда закончится окончательно анбординг. Если вот пользователь у тебя все сделал, пришел, столкнулся с проблемой, решил ее быстро, комфортно, уверовал в то, что у него не будет никаких проблем в будущем, чтобы продолжать пользоваться этим же сервисом, то все, вот у тебя закончился анбординг, ты в шаговаде, он с тобой будет надолго. Это, конечно, не значит, что давайте всем на первые поездки, на первые услуги делать проблему, чтобы они пытались ее решить. Но мысль тоже интересная, конечно. Окей. Слушай, ты дурово читаешь в Телеграме? Нет. Нет? Вот последний пост его... Ты имеешь в виду пост про фастинг, про голодание, вот про это? Да. Это же, конечно, читаю. Это не в Телеграме, да, у меня есть несколько каналов информации вот такой рандомной, то есть у меня есть фейсбук, в котором я достаточно долго вычищал людей, чтобы там в фид мне попадали интересные вещи. Есть виси, ну, просто как такой источник новостей. Я их не читаю, мне достаточно просто просматривать пуши, которые мне присылают они. Если прямо они вот цепляют настолько, чтобы прочитать, тогда залазим. Ну, и вот как только вот вышло на виси, они написали про то, что вот дуров, про голодание, такое, опа, это в нашу сторону. Полез, почитаю. Почитал, и после этого начали все писать тоже. Видели, видели. Вон там Блюров тоже сказал, тоже говорит. Вот, ну, у него понятно, у него там интересная мотивация вообще, в принципе, как у человека, который создал несколько продуктов. Получается, тот продукт, которым ты занимаешься, он будет как раз направлен на привитие привычки. Или как? Правильно? Да. На самом деле, если очень коротко говорить про продукт, смысл такой, что есть сейчас у очень большого количества людей неправильные пищевые привычки, вообще, которые влияют на их самочувствие, на их мироощущение, на ощущение себя, и вообще, на то, кто они и что они. Мы делаем продукт, который эти привычки изменяет и корректирует. В части вот этого всего используем просто основные там сейчас работающие трендовые истории, виды там, фастинг, кето-диеты и так далее. Вот, это то, чем мы занимаемся. Само собой, мы не пытаемся сделать из людей супер-биохакеров и использовать какие-то суперские практики на каком-то безумном уровне. Вот, мы хотим взять сейчас работающие какие-то методологии, которые просто хоть сейчас и на хайпе, но получают уже понятное подтверждение, что они действуют, и дать к ним доступ большому количеству людей, обучить их то, как вообще, как правильно жить. Слушай, ну, мне эта тема особенно интересна. Ну, то есть, вот был онбординг, ты человеку объяснил примерно, зачем ему надо, он купил. Вопрос дальше, то есть, это уже больше, наверное, вопрос по продукту непосредственно. Первый вопрос, то, что вы делаете, это сейчас будет MLP или это будет готовый продукт? Это MLP... Плюс-плюс. Да, MLP плюс-плюс. Вот. Хорошо. Тут как бы сложилось много-много звезд. У нас как бы собралась очень сильная хорошая команда, которая за то же самое время, которое мы ожидали, просто смогла сделать чуть больше, чем мы ожидали. Плюс то, что вот мы параллельно ввели тестирование на тестовый апп и получали оттуда какие-то инсайты, это позволило еще сократить чуть-чуть времени и ресурсов и сделать побольше в основном продукте. Вот. Поэтому у нас такая, да, большая штука выходит. Ну вот у нас как раз, если говорить про время, мы потратили где-то три с половиной месяца на всю эту историю. Ну вот сейчас еще, наверное, неделю-две потратится на релиз. Ну, отдать и плу показать, они проведут ревью, по-любому сделают какой-нибудь риджект из-за того, что им что-нибудь не понравится. Ну вот мы сейчас попадаемся, ну, в среднем три с половиной и четыре месяца вот у нас ушло как бы на то, что от старта и до запуска. Хорошо. Тут еще такая тема, что по сути приложения такого рода, ну вот у меня в голове сразу бывает еще там аналогично там по медитации, они завязаны на то, что на мотивацию, они как раз завязаны на привычку человека пользоваться этим приложением. И, соответственно, ну такой вопрос, не знаю, какая гипотеза за этим стоит, что подтолкнет людей поддерживать эту самую привычку. Вот эта тема интересна. Сейчас, хотя пока вы там на уровне гипотезы, потому что там релиз будет через некоторое время, но все равно на что опираетесь, что должно будет мотивировать человека оставаться? Тут как бы я могу всю цепочку мыслей попытаться разложить как основную гипотезу, которую мы проверяем. На входе мы используем достаточно распространенный тренд. Это является таким хорошим маркетинговым крючком и понятным ожиданием у пользователя, зачем он приходит. То есть мы ему не объясняем на старте, почему он должен вдруг уверовать в фастинг или начать что-то делать в рамках своих пищевых привычек. Это там, особенно если говорим про западный мир, сейчас там в Штатах 9 из 10 слышали про фастинг, про то, что мы делаем. Поэтому их достаточно легко вытащить и вытащить большое количество аудиторий. Когда они к нам приходят, когда мы их анбордим, мы им даем основную уверенность, что мы делаем продукт конкретно под тебя, для тебя, вот он действительно будет заточен на то, что кто ты, как ты себя чувствуешь, как ты себя ведешь и как это работает. Пресловутая персонализация. Как ни крути, но это работающая история. А дальше основная задача продукта это, да, выработать привычку. Выработать привычку, если очень по-простому выработать привычку использовать наше приложение, ну а на самом деле, да, выработать привычку изменения, ну точнее, скорректировать текущие привычки пищевого поведения, выработать новые. Вырабатывать привычку есть как бы понятная история, есть петля привычки, есть понятный триггер, есть понятное действие, есть награда в конце, которую пользователь получает. Вот если у нас получится на определенные триггеры заставить человека делать определенные действия за счет той награды, которую мы им даем, то все будет хорошо. Конкретно в нашем случае у нас там есть первичная привычка, нам нужно, чтобы пользователь сообщал нам в продукт о том, что он поел. Не что конкретно он поел, а сам факт того, что он поел. Просто чтобы зафиксировать время, посмотреть на частотность, как он часто ест, не перекусывает ли он, есть какие-то паттерны в его вот пищевом поведении именно с точки зрения того, как часто и что он ест. Вот, это там первая привычка. И тут привычка для того, чтобы там, она как бы не для пользователя, она больше для нас, для того, чтобы он давал нам информацию, для того, чтобы он давал нам информацию, нам нужно ему давать какую-то награду за правильное поведение. Мы ему пытаемся выработать понятный триггер. У тебя триггер, это ты поел, у тебя ожидаемое действие, что ты зашел в апп и нажал кнопку, я поел. У тебя награда за это, во-первых, мы тебе даем много инсайтов о себе, то есть мы даем постоянный фидбэк о состоянии пользователя. То есть ты поел, мы тебе начинаем рассказывать о том, что вот смотри, вот сейчас с тобой в организме происходит то-то и то-то. Если ты будешь делать там по-другому, у тебя будут происходить вот такие классные штуки, которые тебе полезны и правильны. Ну и плюс стандартные механики геймификации разных ачивок, сравнение себя с другими, ты все делаешь лучше, чем 82% других пользователей и так далее, и так далее, и так далее. То есть любые микродофаминовые порции, любые вещи, чтобы пользователь закрепился за вот этой привычкой. Ну и, соответственно, есть обратные истории. Большие привычки пищевые, которые у пользователя уже есть, чтобы их изменить, скорректировать и разломать, нужно и обратные истории давать. Нужно объяснять ему, как это все устроено, нужно ему объяснять, почему он не должен так делать. Он должен заменить себе вот эту награду, которую он получает от того, что он съел два Биг Мака или что-то в этом духе, а после этого сразу пошел выпить двухлитровую колу с чипсами или еще что-то. Он в этот момент должен понять, а почему он это делает? Дать ему нужную психологическую поддержку с точки зрения того, что это не ты плохой конкретно вот сейчас, потому что ты пошел и там вот неправильно поел или много поел или очень часто поел, а то, что у тебя уже выработана такая привычка. Это у тебя мозг злой парень, который сидит и вот тебя заставляет это делать. Давай мы тебе поможем, давай мы тебя научим, как с этим бороться, как с этим можно что-то сделать. И тут уже идет вопрос об изменении существующей привычки либо наоборот прям разрушение какой-то негативной привычки. Такая сложная история, но вот мы пытаемся сейчас через этот продукт, через контент, через объяснение пользователю, через простые активности, через простые действия, понятные любому человеку, все-таки это вот сделать, это вот скорректировать и привить что-то новое. Слушай, очень круто. У него крайне интересно узнать, чем это... Закончится? Какие инсайты, да, чем-то закончатся, чем-то продолжатся. Какие инсайты будут вытащены из этого, я думал, у нас будет повод может через 3-5-6 месяцев встретиться и поговорить уже о том, что сработало, что не сработало, потому что тема привычек, она очень важная. В случае, когда она работает, она еще и крайне полезная. Вот. Слушай, спасибо тебе большое, что уделил время. было безумно интересно поговорить. Хорошего тебе дня и до встречи. Спасибо, взаимно. Супер, пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Таниславом Пятикопом мы поговорили о разнице между MVP и MLP, обсудили тестирование анбординга до запуска реального продукта, попытались выяснить, какая разница между премиум-сегментом и масс-маркетом, а еще обсудили способы формирования привычек при помощи мобильных приложений. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 45 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...